Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 10 мая, и вы слушаете и смотрите 14 выпуск программы «Утренний Соловей». Вчера, 9 мая, отгремел праздничный салют, а свобода русским людям так и не дарована. Когда власти объявили о том, что они намечают поэтапный выход из режима, как это называется, изоляции, то на самом деле смысл это очень простой. Мы вас, холопов, кормить не будем, у нас для вас денег нет. Вот вы сами идите и зарабатываете себе на курочку хлеба и стаканчик чая, но только ходите, пожалуйста, в Москве, по крайней мере, и в Подмосковье это так выглядит, ходите, пожалуйста, в намордниках и с цифровыми аусвайсами. А если вы, не дай бог, нарушите это правило, то мы вам впаяем штраф рубликов так в 4-5 тысяч. Это же для ваших доходов ничто, не правда ли, дорогие россияне? Вот видите, как это выглядит? Это откровенное издевательство над потомками народа-победителя. Причем, что характерно, оно как раз проходит в эти самые праздничные, после победные дни, после юбилейные дни. Да, в общем, не стоит удивляться нашей власти, она ведь говорить с людьми по-человечески не умеет и никогда не умела, только через губу или с помощью угроз и насилия. Так и хочется сказать, вы, господа хорошие, или трусы наденьте, или крестик снимите. А то как же так получается? Вы объявляете, что начинаем поэтапно выходить из режима ограничений, что выходим на плато, а сами между тем, по крайней мере в Москве и в Питере, начинаете монтировать новые огромные госпитали на тысячи коек, без преувеличения. И вот так повсеместно в России. В свое время последний российский император Николай II, как бы к нему не относиться, он произнес очень точную фразу, незадолго до собственного отречения. Кругом измена и трусость и обман. Так вот, это то, что наилучшим образом характеризует и современную Россию. Только я бы вместо измены подставил жадность. Вот сейчас от москвичей требуют, чтобы они во время поезда к метро непременно были в масках и в перчатках. И, пожалуйста, можете купить маски и перчатки, в автоматах, которые стоят у входа в метро. 50 рубликов. Немного? Послушайте, но ведь в других странах мира людей бесплатно обеспечивают всем этим скарбом. Я уже не говорю о том, что значительная часть того, что у нас продают, Россия получена как гуманитарная помощь. Я, дорогие друзья, как и вы, глядя на все это, часто хочу сказать нашим властям, ну когда же вы, наконец, нажрётесь. Так вот, жадность, трусость и обман – это и есть магическая формула для понимания мотивов, политики и дальнейших действий российской власти. Я вот в прошлом, тринадцатом выпуске, обещал начать отвечать на вопросы, которые я получаю от вас. Вопросов приходит очень много и разделились они приблизительно поровну. Половина о том, как сберечь крохи того имущества и тех немногих денег, которые имеются у подавляющего большинства населения, а может и не имеются, ну что-то же есть. И вторая половина относится к политике. Вот я буду отвечать, чередовать, отвечать на вопросы, посвящённые личным финансам, я так это называю, и вопросы, посвящённые политике. Вопрос номер один, который задают чаще всего, номер один он не только по порядку, но и, наверное, по важности. Что будет с рублём и с нашими рублёвыми и валютными вкладами, с нашими банковскими депозитами? Вот перед тем, как ответить на этот вопрос, я вам предлагаю следующее. Попробуйте включить собственный мыслительный аппарат, собственные интеллектуальные навыки. И как их можно использовать? Во-первых, посмотрите на людей, которые об этом говорят, о том, что рубль крепок, как Эльбрус, а нашим вкладам абсолютно ничего не угрожает. Во-первых, посмотрите на этих людей, во-вторых, пожалуйста, вспомните нашу недавнюю историю. Посмотрите, пожалуйста, как министр финансов Силуанов и глава Центробанка Набиулина клянутся, мамой клянутся всей банковской системой, что всё у нас будет в порядке. Посмотрите, как министр Силуанов уводит глаза от камеры. Он не смотрит прямо в камеру, когда отвечает на этот вопрос. Никогда. А глава Центробанка Набиулина, она скашивает глаза, смотрит на кончик носа. Помните знаменитую фразу? А глаза были скошены от постоянного вранья. Посмотрите на них. Посмотрите и скажите, вы верите обещаниям этих людей или нет? Задайтесь сами для себя вопросами. И вспомните нашу недавнюю историю. Совсем недавнюю. Мы вообще-то способны хоть какие-то уроки из нашей собственной истории извлекать. Вот есть такой замечательный экономист и просто мудрый человек Яков Меркин. Так вот он любит повторять, что каждое поколение добрых русских людей в своей жизни переживало или конфискационную денежную реформу, или дефолт. А вот моё поколение, оно пережило сразу несколько финансово-банковских потрясений. Я их перечислять не буду, поскольку они вам, мои дорогие друзья, прекрасно известны. К чему я это веду? А к тому, что выросло путинское поколение, 20 лет путинского правления. Так вот, это путинское поколение не пережило пока ни конфискационная денежная реформа, ни дефолта. И, наконец, третье. Почему вдруг эти люди Греев, Набиулина, Силуанов и же с ними стали нас наперебой уверять в гарантированности наших вкладов и в прочности национальной валюты? Как вы думаете, почему они это делают? Их кто-то тянул за язык? Мне это очень лично напоминает разговоры больного здоровья и алкоголика водки. Значит, наверное, втайне что-то обсуждают. Дорогие друзья, я со всей очевидностью хочу подчеркнуть, что я вас не наталкиваю ни на какие решения. Я вас ни к чему не призываю. Я лишь призываю вас к одному. Когда вы задаете мне вопросы о сохранности собственных финансов, помните, это ваши деньги, ваши собственные активы. И вы за них несете ответственность. Я лишь объясняю вам, как надо пользоваться собственным мыслительным аппаратом. Вот любимый мой Честертон, он как-то говорил, что если у вас есть интеллект, постарайтесь этим интеллектом время от времени пользоваться. Пожалуйста, воспользуйтесь собственным интеллектом для того, чтобы оценить сегодняшний день и перспективы того, что может случиться с вашими собственными деньгами. Я лично для себя оценил и выводы сделал. Теперь вопрос из области политики. Очень забавный вопрос. Он часто висит в воздухе, но задают его не так уж, чтобы часто. Следующий вопрос. Почему Владимир Владимирович Путин опаздывает на все встречи? И на встречу с Папой Римским, и на встречу с Британской Королевой, и на встречу с Семерками, Восьмерками, Двадцатками? Почему? Человек, который знаком хотя бы с азами психологии, сразу же скажет, что все дело в том, что он хочет контролировать ситуацию и тем самым продемонстрировать свою власть. Даже с бытовой точки зрения понятно, что если люди ожидают кого-то, то значит они психологически и морально зависимы, становятся в этот момент зависимыми от этого человека, и он обладает по отношению к ним какой-то властью, он контролирует ситуацию. Вы помните обычную историю, наверное, каждый из вас ее переживал, а кому-то еще предстоит пережить, когда девушка или парень, любимая девушка или любимый молодой человек опаздывает на свидание. Что он делает? Он на самом деле проявляет тем самым свою власть, потому что, к сожалению, отношения власти и подчинения существуют даже в такой интимной и деликатной сфере человеческих отношений, как любовь. Есть такая французская поговорка, один целует, а другой лишь позволяет целовать. Но вот такой ответ о Путине даст ли человек, знакомый только с азами психологии? А тот, кто психологией поинтересовался еще немножко, чуть-чуть больше, задумается, почешет затылок и скажет, а вот я помню, что с инстинктом власти очень тесно связан и переплетается инстинкт мести, желание отомстить и унизить. То есть, когда вы опаздываете на свидание, или девушка, или молодой человек опаздывает на свидание, то вполне возможно, что они не просто хотят продемонстрировать свою власть и свой контроль над вами, они кому-то мстят. Кстати, совсем не обязательно, и чаще всего не обязательно не мстят вам. Они мстят как кому-то из прошлых обидчиков. Они таким образом вымещают свою обиду. Так вот, вот это вот постоянство Владимира Владимировича в опоздании. Есть ли это свидетельство того, что он вымещает обиду и свои многочисленные комплексы? Почему я говорю многочисленные? А вы как-нибудь поинтересуйтесь его биографией. Забыли ее в биографии? Поинтересуйтесь, в какой среде он рос, какие эмоции он в этой среде испытывал. Многие добрые русские люди старого поколения вполне себе могут представить те дворы, в которых рос Владимир Владимирович, и как к нему относились к маленькому, не очень сильному мальчику, что он при этом испытывал. И тогда его поведение в последующие годы, особенно когда он оказался на вершине власти, станет вам понятным. И станет понятным не только его постоянное опоздание, но и многие другие его действия и, главное, те намерения, которые пока еще остаются в туне. Ну а теперь несколько строк из Синеки, которые способны примирить нас с нашей мрачной действительностью. Мудрец полон радости, весел и непоколебимо безмятежен. Он живет наравне с богами. А теперь погляди на себя. Если ты стремишься отовсюду получать всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, ища радости среди сплошных тревог. К чему ты стремишься, словно к источникам веселья и наслаждения, в том причина страданий. Я повторяю, радость – цель для всех. Но где отыскать великую, неприходящую радость, люди не знают. А один ищет ее в пирушках и роскоши, другой – в честолюбии, в толпящихся вокруг клиентах, третий – в любовницах, тот – в свободных науках, тщеславно выставляемых на показ, в словесности, ничего не исцеляющей. Всех их разочаровывают обманчивые недолгие услады, вроде опьянения, когда за веселые безумия на час платят долгим похмельям, как рукоплескания и крики восхищенной толпы, которые покупаются и искупаются ценой больших тревог. Так пойми же, что дается мудростью, неизменная радостью. Душа мудреца, как надлунный мир, где всегда безоблачен. Мы с вами, конечно, не мудрецы, но имеет смысл постараться в том, чтобы наша душа была более или менее спокойной. Это очень важно. Пожалуйста, берегите себя, свое здоровье, психическое, не менее чем физическое, и даже более. Берегите родных и близких. Спасибо за то, что вы были со мной, а я остаюсь с вами. Пожалуйста, под видео к ролику оставляйте вопросы, на которые вы бы хотели получить ответ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!